Скандальная овощебаза и корень всех бед, как считают местные жители района Западного Берелева, уже второй день закрыты на санитарный день. Товар лежит под открытым небом. Продавцов задержали сотрудники миграционной службы для проверки документов. А накануне здесь едва не случилось кровавое побоище. Народные волнения в Западном Берелево начались еще в эту субботу, когда стало известно об убийстве 25-летнего Егора Щербакова. Он провожал свою девушку домой уже у самого подъезда. К его подруге начал приставать неизвестный мужчина неславянской внешности. Произошел конфликт, в результате которого Егор получил два ножевых ранения, одно из которых оказалось смертельным. Все произошло вот здесь, во дворе дома, по Востряковскому проезду, дом 7, корпус 1. Люди несут цветы к месту гибели Егора Щербакова. Теперь на каждом подъезде развешаны ориентировки предполагаемого преступника. Люди вышли на улицу, требуя найти убийцу. Но вместо организованного шествия митинг перерос в массовые беспорядки. Пытаясь утихомирить разъявившуюся толпу, пострадали шестеро полицейских и несколько десятков иностранных граждан, которых по пути застала толпа. За противоправные действия задержано около 400 человек. Казалось бы, повушевали и хватит, но народные движения не утихают и по сей день. Кто-то несет цветы к месту гибели Егора, а кто-то пришел на стихийный пикет около торгового центра «Бирюза», где накануне националистически настроенная молодежь выбила входную дверь и окна. На примере этого торгового центра погромщики почему-то в медицинских масках и платках на лицах хотели показать, кто здесь работает и кто мешает жить москвичам. Сегодняшние же пикетчики вышли из соседних домов и долго рассказывали собравшимся корреспондентам о своем нелегком соседстве. Вот лишь некоторые высказывания. Нас режут как баранов. Это смешно. Что это такое? Почему люди могут приехать в мой монастырь со своим усталом? Почему они живут здесь по своим законам? А ничего нас Аллаху, блин, приносят в жертву, что ли? Слишком много у нас здесь приезжих. Если бы их было немного меньше, хотя бы раза в два. И чтобы они все занимались своим делом. Вот торгуют люди правильно, вот подметают улицы. Молодцы. А когда их уже много, когда они здесь уже с семьями, по 20, по 30 человек в квартире, в одной, они от безделья просто не знают, чем заняться. Я как пенсионер, я первый встану и пойду их стрелять. Я тоже. Убьют меня, значит убьют. Почему? Потому что тебя довели до такого. Пусть приезжают в наши места, соблюдают культуру нашу, ведут с людьми, не с ножами бегают. Чтобы не боялись за детей, за внуков, старики. Пусть ведут себя просто, дружно и нормально. Мы же не за то, чтобы отделились там, они обиделись, отделились там территории Поволжья. Правильно? Мы же за большую Россию. Каждые полпятого утра у нас в Блатниковской 5-6. Собираются все таксисты азербайджанцы на своих жигулях убитых. Бахают этими дверями. Естественно, мы просыпаемся. Бунт бессмысленный, беспощадный. Одно единственный вариант, все один. Больше народу ни к чему не оставили. Сейчас в отношении задержанных погромщиков заведены дела об административных правонарушениях. Для особо буйных не исключены и уголовные. Глава МВД Владимир Колокольцев потребовал привлечь к ответственности всех провокаторов и активных участников инцидента в столичном районе Бирилева. Что касается убийства Егора Щербакова, мэр столицы Сергей Собянин поручил провести тщательное расследование и задержать убийцу. Девушка погибшего парня в одном из интервью корреспондентам заявила, что она против насильственных методов и просит помочь в расследовании в рамках закона. Ярослав Ярославцев, Алексей Аносов, телеканал 1612.